В Нарьинмаре в эти дни проходит третий Ненецкий читательский форум. Это образовательный проект, который объединил любителей чтения всех городских школ и учеников поселка Искателей. Как оказалось, несмотря на век смартфонов, планшетов и гаджетов, в регионе немало любителей литературы. В этом смогла убедиться наша съемочная группа. Подробности у Любови Пермяковой. И сейчас я вам предлагаю полистать некоторые странички этой замечательной книги. Пятиклассник из четвертой школы Василий Слезкин в библиотеке имени Печкова с интересом слушает произведения Виктора Толкачева. Как признается, 11-летний мальчик большую часть времени, в отличие от своих сверстников, он проводит не с телефоном, а с книжками. Мне это вообще неинтересно. Я люблю читать комиксы, захватывающие приключения, очень интересно. Недавно прочитал толстую книгу. Это «Хроники на армии». Очень понравилось. Я люблю читать литературу. Это мое любимое занятие. Я дома много времени провожу за книжками. Это мне нравится. Очень захватывающие приключения у этой девочки на острове. Еще один внимательный слушатель, шестиклассник Кирилл Яковлев, тоже впечатлен знакомством с новым произведением. Получается, что семья из Москвы, по причине того, что отец, он метеоролог, и он на север переезжает, чтобы там работать. И получается, что его семья тоже приходится туда переезжать. И мы видим, как девочка изучает, задает вопросы и познает север. Вместе с Кириллом в страну чтения отправится около 80 человек. Это учащиеся 5-11 классов. Организаторы мероприятия – Ненецкий региональный центр развития образования и Ненецкая центральная библиотека. Кроме презентации пособий по краеведению, произведения «Девочка на острове», в рамках работы форума проводятся различные игры, мастер-классы, викторины, занимательные лекции о подростковой литературе, писательские встречи. Также мы рекламируем в эти дни акцию «Живая классика». Предлагаем детям в апреле месяце принять в ней участие. Сотрудники библиотеки предлагают им разную литературу, которую они могут использовать при своем выступлении на данном международном конкурсном мероприятии «Живая классика». Победители конкурса «Живая классика» встретятся на финале конкурса в Санкт-Петербурге 14 декабря, где поборются за путевку в Артек. Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал «Север».